Какие результаты лекарственного лечения без циторедукции? Крупный ретроспективный анализ 13 тысяч пациентов. Пациенты были набраны, когда они получали таргетную терапию с 2006 по 2016 год. И вот представлены кривые. Синяя кривая – это таргетная терапия плюс циторедуктивная нефрактомия. Красная кривая – это без циторедуктивной нефрактомии. И, как вы говорите, на этом все. Можно было закончить. Циторедуктивная нефрактомия нужна. Но нет, увы. Дьявол кроется в деталях. И детали состоят в том, что все пациенты имеют различные факторы. И, как правило, во всех ретроспективных анализах группы дисбалансированы. Кого лечит хирург? Хирург выбирает пациента с благоприятным прогнозом, такого сильного, молодого, который все перенесет. Он и так будет жить. То есть, как бы у него благоприятный прогноз. Кого отправляют на лекарственное лечение? Это пациенты, которые ослаблены, которые не перенесут хирургическое лечение. И у них заведомо прогноз уже хуже. Вот почему разница во всех ретроспективных анализах такая, что циторедуктивная нефрактомия, где была хорошая популяция больных, общая выживаемость будет вот такой. Другая группа – все всегда проваливается. Но вот в этой работе как раз проанализировали вот эти факторы. Выбрали сопоставимые группы по факторам. Мы видим, что точка идет к единице. То есть, влияние циторедуктивной нефрактомии на общую выживаемость у пациентов, которые получали таргетную терапию, здесь получено не было. Вторая работа – уже циторедуктивная нефрактомия в эпоху иммунотерапии. Таргетная нас уже не так интересует. Та же самая тенденция. Красная кривая, была циторедукция, потом иммунотерапия, синяя кривая, только иммунотерапия. Видим вот эту глубочайшую разницу между двумя кривыми. И могли бы сделать выводы, что да, несомненно, надо делать циторедуктивную нефрактомию, но сами авторы в статье пишут, что делать вывод мы не можем, так как был selection bias, который заключался в том, что в группу только иммунотерапии включали старых пациентов, включали пациентов с множественными метастазами в печень, включали пациентов с множественными метастазами в лимфатические узлы, да еще и пациенты с плохим прогнозом. Вот эта группа, она будет долго жить с нефрактомией, без нефрактомии? Думаю, нет. Та же самая тенденция. Тенденция в пользу нефрактомии, но группа с хорошим прогнозом. Это сильные, мощные пациенты, которым выполняется операция. Наконец, еще одно исследование доктора Псутки. Все три верхних кривых – это циторедуктивная нефрактомия, плюс одна линия терапии, две линии и так далее. А все нижние – провальные, это без циторедуктивной нефрактомии. В своем выводе на AUA доктор Псутка говорит о том, что есть тенденция, позитивный тренд, если была нефрактомия. Но тут же сразу же делает вывод, что у некоторых пациентов, потому что и это пациент, и это исследование имело significant imbalances, достоверное дисбаланс, дисбаланс в группах именно по тем факторам, о которых я уже говорил. Ну и, наконец, совсем свежая работа. Группа доктора Хенга, которую мы знаем по MDC-критериям, и доктора Чуэри. Они тоже показывают, что у пациентов с циторедуктивной нефрактомией, которые получили либо таргетную, либо иммунотерапию, исходы лучше. Но опять же они приводят ограничения этого исследования и думают, что эти пациенты попадают в большие центры, в которых объем помощи оказывается лучше, нежели в других центрах. И кроме того, опять же, дисбаланс по факторам и ретроспективное исследование. Соответственно, они рекомендуют циторедуктивную нефрактомию у некоторых пациентов. То есть мы должны выбирать этих пациентов для нефрактомии. Перейдем к исследованиям иммунотерапии. И что они нам говорят? Значит, вот такой был метаанализ. Это уже рандомизированные исследования иммуно-иммуно-таргетной терапии. Мы видим, что была ли нефрактомия у пациента или ее не было, иммунотерапия или иммуно-таргетная терапия будет намного лучше, чем просто таргетная терапия. Но этот метаанализ не изучал сам фактор нефрактомии. То есть мы не знаем, лучше ли пациенты отвечали на иммунотерапию без нефрактомии. Это только лишь в сравнении с сунетенибом было. Лучше, да, тут нефрактомия роли не играет. В любом случае иммунотерапия будет лучше, чем сунетениб. Теперь пройдемся по отдельным исследованиям. В частности, исследование Checkmate 214. Мы хорошо знаем, что в этом исследовании изучалась двойная иммунотерапия. Ниволумаб и пилиумаб. 80 пациентов были без нефрактомии. Им тоже назначался Нива-Ипи или Сутент. Вот эти вот водопады – это как раз уменьшение первичной опухоли. Не всей опухолевой массы, а именно только первичной опухоли. Мы видим, что безо всякой операции опухоли уменьшаются на иммунотерапии. Они не исчезали полностью, но они уменьшались, они были стабильны, равно как и были стабильные метастазы. В чем разница метастаз или первичная опухоль? Главное, чтобы было стабильно. Главное, чтобы был ответ на терапию. 35% больных имели сокращение опухоли более чем на 35%. Приведу случай моего пациента. 75 лет, пожилой мужчина. Ко мне его не получал лекарственного лечения. Ко мне его привезли на каталке. Он не мог уже ходить. Моча была красного цвета. Никакого хирургического лечения, хоть он был консультирован в большом центре, показано не было из-за такого состояния. Мы его оценили по МВС. Это промежуточный плохой прогноз. Объемные образования везде. Легкие. Лимфоузлы. Позвонки. И перелом Т12, в связи с чем он не мог ходить. Соответственно, мы все-таки решили предпринять попытку терапии неволумабом и пилиумабом. Соответственно, что мы получили? Приблизительно спустя год мы видим, что у пациента вообще частичный ответ. Пациент не мог ходить, у него не было чувствительности. Он не стал ходить, но чувствительность у него вернулась. Если мы смотрим на первичную опухоль, она была гигантской, но она не ушла, но она уменьшилась на 2,2 см. То есть она была под контролем. И мы продолжили лечение этого пациента. Вот сын мне присылал фотографию, он уже не лежит. Он передвигается на коляске и на тот момент жил полноценной достаточно условно жизнью. То есть мы воочию увидели эффект иммунотерапии и на первичную опухоль. Другой случай, не наш. Пациентка получала сунитени, прогрессировала. Во второй линии назначен неволумаб. По первичной опухоли вот такая картинка. Коллеги из Тюмени, возможно, как я видел похожую картинку, бы могли убрать эту опухоль. Но вот хирурги не взялись. Назначили неволумаб. Через 16 видений неволумаба мы видим вот такую картинку. Уменьшилась ли опухоль? Да. Исчезла ли она? Нет. Тем не менее, это все стабильно. И нужно ли ее удалять в таком случае? Ну и наконец, еще один пример моего пациента. Извините, без КТ, потому что два дня назад было сделано исследование, выгружено. То же самое. Пациент получал таргетную терапию в первой линии, потом прогрессировал, переведен был полтора года назад на неволумаб. И вот что мы видим. Опять же, огромный объем поражения. Если мы говорим о первичной опухоли в левой почке, она уменьшилась на 4 сантиметра. Чтобы не быть голословным, вот, пожалуйста, полтора года назад она была порядка 9 сантиметров, сейчас она 4 сантиметра. Воочию мы видим, как первичная опухоль на иммунотерапии, даже на монотерапии неволумабом уменьшается. Другое исследование, это была иммунотерапия, а сейчас мы поговорим об иммунотаргетной терапии. Нива, КАБА. В этом исследовании, Чекмей 9 и Ар, была проанализирована эффективность как у пациентов с нефрактомией, так и у пациентов правая картинка без нефрактомии. Как мы видим, и там, и там эффектно выживаемость без прогрессирования по сравнению с сунетинибом колоссальный, снижение риска прогрессирования на 40-50%. Соответственно, здесь не выделялась роль нефрактомии, но было сравнение, опять же, с сунетинибом, и было показано, что, в принципе, метод работает. Вот только что на международном симпозиуме по раку почки были представлены результаты нового исследования, это сайта КИК. В этом исследовании изучалась условно-неадювантная терапия Нива-КАБА, неадювантная, но у пациента с метастатическим раком. Задача была оценить частоту полных ответов со стороны первичной опухоли, как она уходит у пациентов. Ну, конечно, глобальный был смысл, это нужна ли вообще цитуредуктивная нефрактомия. И вот результаты были представлены, но не по эффективности, они будут представлены позже. А по токсичности было показано, что Нива-КАБА прекрасно переносится пациентами до цитуредуктивной нефрактомии. Цитуредуктивную нефрактомию у этих пациентов возможно было провести. И она и была проведена восьми пациентам. Это первый срез, который говорит о том, что можно даже делать до операции, а потом вернуться к идее о цитуредуктивной нефрактомии. Но сейчас будет продолжен набор до 42 пациентов. Ну и, наконец, еще одно новое исследование. Ленвотиниб пембролизумаб. Комментарии нужны. Это тоже показано. Первичная опухоль, водопады. 100% больных ответили на терапию. Или их опухоль первичная была стабильна на пемброленбо. 100% нужно ли нам ее удалять, если она стабильно не растет, равно как и другие метастазы. Отмечу, что в этом исследовании 70% больных имели ответы, в принципе, на терапию. И метастазы, и первичные опухоли. 70%. А вот первичная опухоль отвечала на терапию, мы говорим о частичном ответе у пациентов, у этих пациентов, в 71% случаев. То есть у 71% случаев будет частичный ответ со стороны первичной опухоли. Наш клинический случай. Пациент с папиллярным раком, в удовлетворительном состоянии, с промежуточным прогнозом, имел первичную опухоль, метастазы в легком и метастазы в головной мозг. Цитаредуктивная нефрактомия не проводилась, потому что проводилось удаление метастазы в головной мозг. Но за это время пациент получал пемброленбо. Мы видим, что опухоль уменьшилась с 6 до 4,6 см. Сейчас было очередное обследование, она приблизительно такого же размера. Дальнейшего уменьшения не произошло, но и не произошло увеличение этой опухоли. Тоже мы это видим. И, наконец, наше исследование, которое мы тоже представляли на международном симпозиуме по раку почки. Мы попробовали лечить пациентов с маленькими опухолями. Т1АН0М0, неволумабом и пилиумабом. Задачей было получить хотя бы 3 полных ответа из 8 включенных пациентов. Если бы мы получили 3 полных ответа, мы бы продолжили и дальше набор ВТ-исследования. Увы, мы очень огорчились. Нива ИПИ не дал ни одного полного ответа. Это были пациенты, которым по каким-то причинам нам нельзя было провести хирургическое лечение, или аблацию, или не отказывались из-за возраста и так далее. Не было полных ответов. Мы расстроились сначала, но потом продолжили наблюдать этих пациентов. Синяя первая линия – это первый срез. Это до начала Нива ИПИ. Затем было 4 месяца всего лечения, то есть 4 ведения Нива и 4 ведения ИПИ у этих пациентов. Потом они ничего не получали. Дальше мы их наблюдали. Через год. Посмотрим, это уже красная линия. Опухоль уменьшилась. Еще через 17 месяцев, зеленая линия, еще опухоль уменьшилась. То есть опухоль не исчезла, но пациенты стабильны, и она продолжает немножко уменьшаться. Соответственно, вот это исследование было отобрано в пост-радискуссион. Реценденты, это доктор Палл и доктор Дэвис, хирург и химиотерапевт, сделали вывод, что оказывается у нас хорошие данные. Зря вы расстраивались. Соответственно, это мы тоже видим на фоне иммунотерапии, если мы говорим про первичную опухоль. Идут и другие исследования. Вот это интересное исследование, где вместо циторедуктивной нефрактомии используется циторедуктивная стереотоксическая лучевая терапия, что очень просто применять, пока результатов нет. Таким образом, я абсолютно согласен с Денисом Георгиевичем о том, что мы должны выбирать пациентов. Кому бы я назначил циторедуктивную терапию, вернее, консультацию хирурга для того, чтобы рассмотреть циторедуктивную нефрактомию? Это пациенты в благоприятном статусе, молодые, мощные, у которых мы не ожидаем быстрого прогрессирования опухоли. Им сразу, мне кажется, надо выполнять циторедуктивную нефрактомию. Пациентам ослабленным, с плохим прогнозом, промежуточным прогнозом. Не стоит терять время у них. Нам надо сразу начать их лечить. А как нам уже говорят предварительные данные исследования сайта КИК, что они будут хорошо приносить лечение, и, возможно, к вопросу о циторедуктивной нефрактомии мы вернемся. Это до того момента, пока мы не получим данные настоящих рандомизированных исследований. Здесь есть члены правления РОУ, и я призываю РОУ провести рандомизированное исследование в России. Это очень просто. Это не требует больших вложений. Пожалуйста, вынесите на свое управление, как хирурги, такое исследование. Спасибо за внимание. Илья Валерьевич, спасибо огромное. Ну что, есть вопросы по поводу циторедуктивной нефрактомии? У меня есть. Корот. Илья Валерьевич, скажите, пожалуйста, действительно мы поменяли парадигму лечения, когда появились современные иммунотаргетные комбинации, но вот как раз-таки в отношении здоровых, как вы говорите, таких пациентов, мощных, а если мы удаляем почку и теряем эти антигены, которые нужны для иммунного ответа и длительных ответов на последующую терапию, может быть, это плохо? Что вы думаете об этом? Там еще столько антигенов в виде метастазов, поэтому там хватит. И как было показано ранее, еще в эпоху применения виролимуса, метастазирование происходит из метастаза, в основном для рака почки, так как меняется гетерогенность и мутация в метастазах, и они метастазируют. Кому бы, кстати, я еще вспомнил, я бы рекомендовал циторедуктивную нефрактомию, это пациенты с олигометастатической болезнью. 5 метастазов и меньше. Вот им тоже я бы рекомендовал циторедукцию, плюс убрать все метастазы, любым из возможных методов. Спасибо. Во многом мы с вами солидарны, поэтому я не могу больше осмотить. Дискуссию развивать, да.